МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соколаева утверждает, что ее отец, ветеран Великой Отечественной войны Василий Давыдов, стал жертвой мошенницы. Аферистка, которая вошла в душу, в доверие, обманула меня, обманула отца. Он не знал даже, что такое получится. Пять лет назад 89-летний отец Валентины Василий Тихонович внезапно решил переехать к женщине, которая ранее представлялась соцработником. В кухне валялись там бананы, спрашиваю, кто приносит. Это соседи. Ну, думаю, действительно, там Тоня соседка купила. А она приходила натихаря, когда меня нет вообще дома. Татьяна Михайлова, которую семья называют аферисткой и охотницей за одинокими стариками, уже несколько лет является его законной женой. Мы любим друг друга, поймите, нам хорошо вместе. Татьяна Михайлова моложе своего мужа на 20 лет. Василий Давыдов сам предложил ей выйти замуж, потому что с родной семьей чувствовал себя одиноким и ненужным. Пусть она договорит дочь, но это террористка. Она террор надо мной устроила. В студии «Касается каждого» дочь ветерана встретится с новой женой своего отца. Кто на самом деле искренне волнуется о 89-летнем дедушке? А кто пытается его использовать? Тема эфира «Битва за дедушку». Валентина Любицкая, которая уже 5 лет пытается вернуть собственного отца в семью, сегодня приехала к нам в студию. Я приглашаю тебя. Встречаем. Я приехала с города Николаева и прошу о помощи освободить отца от женщины, которая под видом соцработников, добродетелей, а в душе в нее только были шкурные, корыстные вопросы. Присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите нам о своем отце. Как давно вы с ним виделись в последний раз? Последний раз мы виделись с ним 5 лет назад. Сколько ему лет? Папе будет в январе месяце 89 лет. Он участник войны, ветеран, работал в милиции, заслуженный человек. И как так получилось, что на 5 лет вы потеряли связь со своим отцом? Она не пускает меня вообще видеться. За волосы тягала, писала гадости. Она настраивала отца против меня. Она решила меня полностью лишить отца. Она сказала, я все сделаю, чтобы меня, дочку, внучку лишить и все сделать, чтобы он жил со мной. А с какой целью это все? С корыстных целях завладеть всем имуществом. Мама умерла в 2006 году. У нас были нормальные отношения. Но когда она появилась, она стала меня настраивать против него. Я прихожу, он начинает кидаться на меня, стал агрессивным. Я за папой ездила, смотрела, через день ездила, все делала, все, что положено от меня. Это мой долг, мой отец. Я все делала, то, что положено. Он ложился два раза в больницу. При Михайловой она его никогда не ложила в больницу. Татьяна Михайлова, это та женщина, которая сейчас является супругой вашего отца. И именно ее вы обвиняете в том, что она мошенница. Ну, конечно. Я пошла законным путем признать отца недееспособным. Потому что у него есть болячки. Он даже не понимал, не осознавал, что такая болезнь... Подождите, вы хотели, чтобы вашего отца признали недееспособным. Да. Что не так с его здоровьем? Он агрессивный. Нормальный человек, в здравом уме, никогда не будет кидаться на меня. Я ему ничего плохого не делала. Я смотрела за ним. Она появилась, все. А это такая болезнь, которая прогрессирует. А что это за болезнь? Энцелепатия. Он не виноватый. Это болезнь его. Это официально поставленный диагноз? Да, есть. Есть такие выписки с медицинских карт, где он лежал в больнице. Вы вспоминали эту женщину, Татьяну Михайлову. Какие отношения были у вас с отцом до появления этой женщины? Нормальные. Мы все ездили, и дочка, и внучка, и муж. Мы все ездили, смотрели за огородом. Все у нас прекрасно было. Как часто вы виделись с отцом? Ну как, через день ездила. После смерти вашей матери ваш отец жаловался на то, что ему одиноко? Я чувствовала. Я чувствовала. Конечно, ему тяжело. Я предлагала ему продать дом. Будем вместе жить. Так как он человек... Нет. Послушайте меня правильно. Ну, вы слышите возмущение студии. Вы сказали, я предлагала ему продать дом. И сами же вы обвиняете его жену в том же... Он живет в Варваровке, а я жила в городе. Ему тяжело жить на девятом этаже. Как говорят, старое дерево нельзя пересадить. Оно плохо приживется. Я говорю, папа, мы все будем делать. Только все, чтобы было нормально. Но я чувствую, что-то не то с ним. Ну, послушайте, может быть, если рядом со старым деревом посадить молодое, может, и старое зеленее станет? Нет, нет. Может быть. Валентина, давайте посмотрим, что вы рассказывали нашим журналистам об отношениях с вашим отцом. Внимание на экран. Ну как, он отец мой. Мне не хочется, чтобы он последние дни доживал чужих людей. И все, что у меня осталось от отца, от нашей семьи, все осталось там. Все, буквально все. А остались только вот эти три фотографии и книги. Больше ничего не осталось. Вам папа рассказывал что-либо о своей новой женщине? Нет. Я же спрашивала, я говорю, папа, кто ходит? Я чувствую, кто-то ходит. Появляются баночки, скляночки, какие-то бананы, не те, что я покупала. Все, что он заказывал, я все покупала. А он все врал. Она ему так приказывала, чтобы он не говорил. А потом стали мыслить и поняли, кто это. Соседи видели. Я только выехала, пошла-ушла. Она натихаря приходит с дочкой. Обрабатывают. Какие-то лекарства лежат. Начал его кормить, поить этими лекарствами. А может вы просто ревновали своего отца? Нет, боже упаси. Я просто видела, что с ним происходит. Ну а как она в его жизнь попала? Я вам расскажу. Я ехала к отцу. Она сидела на остановке. Привет, привет. Я ее сто лет не видела. Я говорю, мама умерла. И она все поняла. Она стала его обзванивать бесконечно. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, вы ее встретили на остановке? Да. Вы ее откуда знали, эту женщину? Она до 80-го года жила в нас, в Варваровке, по соседству. То есть это была ваша соседка, да, раньше? Бывшая, да. Бывшая. Он стал от нее зависимым. Она волю его подавила полностью. Он зависеть стал от нее. Скажите, пожалуйста, а если бы сейчас случилась такая ситуация, что эта женщина просто бы забрала вашего папу к себе и сказала, забирайте дом, забирайте все. Вас это устроит? Она забрала, продала все на свете. Уже эта женщина, о которой мы говорим, уже 5 лет является официальной супругой вашего отца. 5 лет. Когда ваш отец сказал, что они собираются пожениться, как вы отреагировали? Он не говорил. Я ничего не знала совершенно. Мы приезжаем, а санец. Не знали, это в тайне произошло? Соседи видели, я ничего не знала. Отца нет, висит замок. Приезжает через время, чужая машина, отец выходит. Я говорю, папа, где ты был? Не твое дело. А потом уже узнали, когда милиция стала следить, что это случилось. Вы обратились в милицию? Да. А что вы в милицию сказали? Да, какое заявление? Что отца нет. Ходит какая-то женщина, надо проследить. А потом оказывается, он выходит, говорит, вы знаете, они женились. И мы попадали. Я говорю, как? Мы ничего не знали вообще. Повезла, выкрала в чужое 30 километров от города. Не по месту жительства вообще. Его в городе не расписали с такими болезнями. Посмотрели бы, какой участник войны. Первая группа человека. Он может даже, говорят, когда расписывают, даже не видели. Он не видел, что он расподписывает. Но он-то знает, как ее зовут? Ее? Она его научила. Да, все. Если есть доверие между близкими людьми, то тогда бы совсем были другие отношения. Вот так мне кажется. Понимаете, если эта женщина подобрала ключик к сердцу вашего отца... Я не знаю, понимаете, а может быть она ищет счастье. Она с этим попробовала, а там не получилось. Она вот с вашим попробовала, а это вот ее принц. А почему нет? Ведь в любви все возрасты покорны. И в сто лет можно влюбиться. Душа-то вечно молода. В конце концов. Но так никто ж не делает. АПЛОДИСМЕНТЫ Не забывайте, что ваш отец дееспособный. Вы еще не лишили его дееспособности. Он имеет право заключать брак с кем угодно, даже если это не нравится его детям. Это его жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще меня настораживает. Ваше желание все-таки лишить его дееспособности. Вы знаете, что это происходит через суд? И это очень серьезный поступок. Обычно к нему прибегают. Если человек в силу своего психического заболевания или нарко- или алкозависимости уже не в состоянии руководить собственными действиями. Если человек, мы видели только что, абсолютно адекватный, и его хотят лишить дееспособности, как правило, это делают для того, чтобы воспользоваться во зло этому человеку его недееспособностью. Поэтому пока что все, что вы говорите, у меня вызывает недоверие. Мне ничего не надо. Вы объясните мне, отец дом сохранил, это дом вашего отца? Он остался бомжем, у него ничего нет. А где дом? А где дом делся? Продала. Продала, все. Итак, Валентина показала нам дом, в котором жил ее отец. Давайте посмотрим, что это за дом. Внимание на экран. В этом доме я прожила 30 лет. Здесь мое детство прошло, школьные годы. Дом без пристройки был, построили, сколько там, три комнаты было. Да, он сильно любил кроликов разводить. Ездил за Варваровку в поле, косил сено, траву всякую. Вот это мне очень нравилось. Он привозил это сено по двору, все раскидывал, так пахло, как... Ой, вообще прелесть. Чужая женщина втерлась в доверие моему отцу, продала дом за копейки, выехала, вывезла, и я осталась вообще без ничего. Понимаете, люди в преклонном возрасте, они завязаны на прошлое. Это завершающий этап жизни человека. Он про будущее не думает. Про настоящее он думает, тоже исходя из того состояния, в котором он есть. Это болячки, это неуверенность. Дочка уедет, а как я буду ночь ночевать? А как я проснусь утром? А как мое сердце? А как то? А как это? Понимаете? И получается, что очень важно, когда рядом с тобой находится человек, который с тобой понимает реально про это настоящее. Наши журналисты побывали дома у Татьяны. И давайте посмотрим, как она заботится о вашем отце Василии Тихоновича. Ты мой зайчик. Бери, 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 бери. Бери, 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 бери. У котика. Все, побежала. Рукавчик натяни на руку. Нет, давай мне ту руку. Рукавчик натяни вот сюда на руку. Сто семьдесят на семьдесят восемь. Пульс восемьдесят один, мой дорогой. Давай выпьем. Адельфанчик. И маленький-маленький кусочек апиналола. Степенович, о любви поговорим, почитаем что-нибудь хорошее. Давай договоримся так. Ты не нервничаешь, у тебя приподнялось давление. Хорошо? Да. Давай прилежь, пожалуйста. Тебя укрыт? Да, нет. Не надо пока. Так удобно? Да. Не, ну ухоженный, красивый дедушка. Она знала, что приедут. Ну, посмотрите, ручки ухоженные. Это в последнюю секунду не делается. Стрижечка хорошая. Чистенький, ухоженный дедушка. Вы считаете, это все просто было показательно? Потому что я знаю. А как по-настоящему? А по-настоящему она кричит на него дебил, придурок. Это вы откуда знаете? Я лично слышала. Я лично слышала. Но вы же говорите, вас не пускают туда. Когда мы жили в Варваровке, я под дверьми была. Они сидели в комнатах, в веранде, меня не пускали, милицию вызывали. Закрытые шторы. Он жил как в темнице. Люди его никто не видели вообще. Изолировало его. А теперь она играет добродетеля. Ну, послушайте, если вашему отцу было плохо, он бы, не знаю, кричал бы, просил о помощи, бежал бы куда-то. Воспользовался бы тем, что приехали журналисты и рассказал бы об этом. Да человеку 80 с чем-то лет. 89, 90. Он сейчас, сознание ребенка, пятилетнего. Вы общались с людьми, которым под 90. Я общался. И не говорите иллюзии. Но такая болезнь у него. И человек, он имеет особую внушаемость в этом возрасте. Точно, точно. Имейте в виду. Понимаете? И страх. С ребенком поговорить. Это страшно. Придет дядя. Не дай бог ты скажешь что-то. Тебя... И все. Аферизм у нас сплошь и рядом со старыми людьми. Это беда и катастрофа. Но если бы ей было 30 лет, она же тоже взрослая. Есть дочь, что озвучила это. А сколько аферистов, которые забирают, потом эти пропадают и так далее, и так далее. Но при хороших детях стариков не воруют. Хорошие аферистки воруют. Валентина, просто ответьте на один вопрос. Чего вы добиваетесь сейчас? Я хочу его забрать. Просто не хочу, чтобы он умирал чужих людей. Он ветеран войны. Да, да. Он какую пенсию имеет? Три тысячи. Три тысячи. Вы понимаете, в такую бескорыстность я... Ну, простите меня. За три тысячи гривен, но как-то несерьезно. Это для тебя несерьезно. Это очень большие деньги. Поверь мне, очень большие. Татьяна Михайлова, которой Валентина обвиняет в мошенничестве, сегодня приехала к нам в студию. Встречаем ее. Добрый день всем. Скажи, пожалуйста, тебе стыдно? Никогда не бывает? У тебя какая-то хоть капля совести есть? У меня совести есть. Ты расскажи, как ты отца избивала. Как ты его на морозе водой ледяной обливала. Расскажи лучше людям об этом. Как ты стекла выбивала в доме. Расскажи, как мы три года сидели в заключении. Татьяна Леонидовна, сложно представить, что Валентина, дочь Василия Тихоновича, вот это все делала, о чем вы сейчас говорите. А пусть она это вспомнит. Напомните, 26 декабря 2009 года, когда она приехала к отцу и стала требовать от него продать дом. И когда он отказался, она стала его бить ногами, руками, кружкой металлической по голове. Она забыла? Когда он бегал по соседям и просил вызвать ему милицию. Но дом-то продали вы. Дом продал Василий Тихонович. И деньгами распоряжается только он, и никто другой. А какая сумма, извините? 80 тысяч гривен. Вот за эти деньги мы продали дом. 5 лет назад? Да. И сразу же купили ему путевку в санатории, чтобы он мог там отдохнуть и подлечиться. Так как он, у него хронический бронхит. Запущены легкие были. Ну, Валентина, вы знаете, вы сейчас отвернулись и хихикаете, но с другой стороны, вот сейчас мы увидели Татьяну Леонидовну, и сложно представить, что она оттягала вас за волос. А после визита этой особой в санаторий, через три дня он попал в реанимацию. У нас в студии Елена Кабашина, правозащитник. На самом деле, они и вынуждены были продать дом, потому что жить там было невозможно. Я вот человек тоже не произвожу несчастного, да, и вполне благополучный человек. Но когда мы приезжали, мы были в ужасе. Я скажу, что до сих пор, Валентина Васильевна, хотя уже давно прошло время, мы выиграли суд у психиатрической больницы и, собственно говоря, спасли Василия Тихоновича от тяжелой участи. Будем так говорить. Никакой дочерной любви не было, а было желание просто завладеть имуществом. То есть она считала, что это ее имущество, и до сих пор так считают. Елена, скажите, а действительно ли была драка между этими милыми и, на вид, интеллигентными женщинами? Ну, я скажу, что Валентина Васильевна бросалась ко мне и к Анатолию Богдановичу. Мы стали на защиту. Это, во-первых, а во-вторых, Валентина Васильевна до сих пор по ночам не звонит по мобильному телефону. Благо мой телефончик публичный, мой телефон везде присутствует. До сих пор я получаю звонки. Два часа ночи, три часа ночи. Это всякие угрозы и так далее, и так далее. Хорошо. Александр Старчак, дядя Валентины Любицкой. Скажите, действительно ли Валентина Васильевна способна на такое терроризировать семью? Это ураньёло. Я сколько знаю, сколько она привозила внучка и дочка машину, их машина. Они постоянно возили им кушать. А он то не хотел брать. Говорю, я брать не буду. Я говорю, почему? Это же дочка, всё. А он говорит, они, по-видимому, хотят меня отравить. Я говорю, как это он не может тебя отравить? Татьяна Леонидовна, расскажите тогда, вот вы были долгое время одна, вы сказали. Как вы встретили Василия Тихоновича? Он меня хорошо знал. Мы 50 лет знаем друг друга. Вы до этого не общались? Нет, да, долго не общались. Долго вы с ним не общались. Потом вы получили информацию о том, что он умерла жена в 2006 году. Было такое? У вас нехорошие мысли. Нет, нет. Так нельзя мысли. Нет, нет, нет. Вот сижу и верю обоим. Честное слово, верю обоим. И одна права по своему, и другие права. Не бачу только третью. Надо было только Василия Тихоновича спросить. Но мы не бачим третьей правды и не бачим... Не бачите меня? Я, пожалуйста. Почиваю себе людина, про яку мы столько часов говорим. А давайте посмотрим, что он сказал нашим журналистам по поводу взаимоотношений с Татьяной Леонидовной. Внимание на экран. Был солнечный, хороший день, зимний, 29 декабря 2009 года. Мы зарегистрировали наш брак с Василием Тихоновичем. Расписались в сельсовете. Все как положено. В законе стали муж и жена. Это наши паспорта. Здесь штампики о браке и свидетельства о браке. Мы, как и все, ждали месяц. Расписались. Мы любим друг друга, поймите. Нам хорошо вместе. Татьяна, а почему вы смеетесь, простите? Ну, хорошо вашему папе. Ну, это же все наиграно, вы понимаете. Он не живет своей головой, она ему внушила в голову. Почему вы не разрешаете видеться Валентине с ее отцом, с Василием Тихоновичем? Во-первых, он ее не хочет видеть, потому что она кидается в драку. Вы очень плохо знаете этого слова. Подождите, в драку с отцом? Да. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал Василий Тихонович. Пусть она даже и будет дождь, но это террористка. Она террор надо мной устроила. Это трагедия целая. Она даже брезгала со мной кушать. Вот я, ну, лежит две булки, кирпичики. Они в целлофане завернуты. Все. Я сберу за целлофан, отрезал себя, ну, и кушаю. Она уже эту булку не возьмет. Когда она вошла в дом, сразу выкинула. У меня два телефона было стояло. Один телефон разбило. Второй я успел выхватить. Остался живой. Да. А потом она была в сапогах, ударила меня сюда. Пронизнула. Я потерял сознание и упал. Зачем рать? Это ужас. Понятно единственное, что этот пожилой человек не хочет заканчивать свою жизнь рядом со своей дочерью. Ну, посмотрите, он действительно великолепно выглядит. Условия нормальные. Да ставьте его в покой, он счастлив. Я оставила, я оставила. Послушайте, живут два больных человека. Я не думаю, что легко этой женщине ухаживать за ним, потому что за ней тоже, извините, тоже должен быть какой-то уход. Но тем не менее, я так понимаю, что они счастливы. 80 лет. Слава тебе, Господи. Радуйтесь за своего папу. Радуйтесь. Но с другой стороны, Наталья, ведь нельзя же лишать дочи общения со своим отцом. Она дочь, и она переживает, она хочет видеться. Вот нужно договориться. Не надо папу тянуть. Договоритесь, и все. Ну, если он не хочет. Нет. Это с вашей семьей. Я вам скажу, почему Валентина Васильевна пришла сюда. В настоящее время в Центральном суде Николаева лишится ее заявление, чтобы папа ей выплатил определенную сумму денег из тех, что он продал дом. Вот в настоящее время в производстве находится это дело. Поэтому Валентина Васильевна здесь. Валентина Васильевна, вы... Кроме денег ей ничего не надо. И никогда не надо было. Вы обращались, да, в суд с таким требованием? Почему она забрала машину у отца? Мало он ей денег отдал. Он мне лично, он и на камеру говорил. Он ей отдал 3,5 тысячи долларов. Он ей отдал 150 тысяч гривен снял с книжки. Там легко проверить. Это можно проверить. А заявление это тоже ложь? Это все можно проверить. Есть факт, лежит заявление ваше. Оно лежит, действительно, это заявление? Мне ничего не надо. Послушайте, вы заявление писали с просьбой о том, чтобы часть денег от дома отец вам подарил. Нет, нет. Нет, да? Нет, нет. В суде сейчас лежит заявление о производстве. Наша следующая героиня хорошо знает историю знакомства Татьяны и Василия. Встречайте, это соседка Василия Тихоновича, Раиса Гавриленко. Здравствуйте. Здравствуйте. Девки. А где ж Танюшка? Я ж хотела ей побачить. Танечка. Что? Кто ж так делает, как ты? Как? Умная и красивая сама нашлась. Как я делаю? Вот я тебя знаю 50 лет, 45 точно. Ты расскажи, как ты двери выламывала, Тихоновича? Да я расскажу, подожди. Как вы четвером теряли? Расскажи. Я сейчас расскажу. Я не могу сказать. Иду, и где она? Это было 5 или, может быть, 4 часа вечера. А я говорю, о, куда ты идешь? А я, да я иду, да, давай, давай. Ну и так, с тех пор она оказывается соцработник. Что значит соцработник? Она называлась соцработниками? Да, да, да. Она приходит к нему, оказывается, все такое там приносит, разговаривает. Да, приносила покушать, потому что он голодный был. Но можно было по-другому заботиться. Можно было с дочерью это как-то решать. Василий Тихонович же совершеннолетний. Почему она должна решать с дочерью вопрос его личной жизни? А что надо с Василием Тихоновичем решать? Ну да. А почему во внимание не берутся дети еще, взрослые? А какое имеет право взрослая дочь лезть в личную жизнь отца матери? А чего она лезет? А чего она, чем она лезла? Не надо. Отец имеет право. Ему уже давно 16 лет было. Вы о чем сейчас говорите? А чего она лезла? Она еще и не лезла. Подождите, а что случилось? Живут два человека. Почему она должна отчитываться? Почему отец должен отчитываться? Вы знаете, как изменилась жизнь Василия Тихоновича после того, как он повстречал Татьяну Леонидовну? Я знаю, да. Он был до того, и потом он жестокий, ежичок вот такой. Тетя Вера покойна, то ежичка гладила всю дорогу. Ну а теперь Татьяна Леонидовна гладит ежичка. А теперь Татьяна гладит, да. Ну и что? Пришла в чужой дом, захватила все. И значит Валя за имущество борется, да? Перестаньте. А почему вы борете? Перестаньте. Валя живет в своем доме. Дело в том, что Алексей Тихонович... Василий Тихонович. Василий Тихонович, отец Татьяны. Да. Валентины. Валентины. Боже, я уже в этом девичнике запутался. Он обвиняет дочь в том, что она деспот, что она его избивала, даже показывал куда. Что она вообще брезгивала с ним есть за одним столом. А вы не знаете, как он до ней обращался? Я приходила, все это чула и бачила. Послушайте, вот мы видим, как он сейчас обращается со своей нынешней супругой Татьяной Леонидовной. И давайте сейчас послушаем, доволен ли он сейчас своей жизнью. Доволен, да. Вот давайте его послушаем. Василий Тихонович сейчас расскажет. Внимание на экран. Вот ваша жизнь с супругой, с вашей новой. Ну, хорошая жизнь. Она очень хороший кухарь, хорошо варит, хорошую пищу дает. Всегда ей молочком меня кормит. Ну, вовсе, то, что это, она очень-очень внимательно к этому относится. Чтоб я не голодал, чтоб я покушал то, что полезно для организма. То, что банки стояли в холодильнике. Такого пожилого человека, как мне уже 88 лет. Почему вы своему отцу не верите, когда он говорит, что хорошо, что Татьяна Леонидовна о нем заботится, готовит есть? А я резала била. У нас действительно не верят людям преклонного возраста, что они могут друг друга любить и могут вести какую-то активную социальную жизнь. Почему-то у нас после наступления пенсии люди выпадают из жизни. И если вы сравните восточную культуру или сравните западные страны, то там на улицах очень много людей преклонного возраста. Они ведут какую-то жизнь. За ручку гуляют по парку. Они ходят за ручку. На пляже там больше 40% людей отдыхающих, которые преклонного возраста. У нас почему-то культура в обществе такая. И, наверное, к этому приводят дети, которые жадными глазами ждут наследства. Которые внушают все, ты на пенсии, значит тебе ничего не надо. Тебе не надо жениться, тебе не надо замуж выходить. Тебе не нужна личная жизнь, тебе не нужен дом. Живи у меня в углу вместе со своим мужем. Вы не имеете права на меня так говорить. Я не такая. Уважаемого возраста. Я не такая. Мы это все видим. Но вы же ему не верите, что он хочет жить. Нам есть же еще одна дочь. Есть дочь Татьяны Леонидовны. Наталья, давайте ее послушаем, что она говорит. Она не работает. И живут за счет отца. Давайте ее послушаем сейчас. Внимание на экран, пожалуйста. К нему? А какое может быть отношение? Это родной человек. Это наш. Я его никому никогда не отдам. Даже пускай никто не мечтает. Я никогда не позволю, чтобы его кто-то больше обижал. Денежки полюбили его. Он живет нормально. Он живет с нами. Забота вы ему дарите? Самую обыкновенную. То есть это уход. Это то, чтобы он вовремя покушал. Был чистенький, переодетый. Чистая постель. Чтобы было что-то вкусненькое. Вряд ли кто-то за ним будет еще так ухаживать, как в нашей семье. У меня отец умер очень рано. И дедушка потом умер, который заменил мне и отца. И много задал мне. А Василий Тихонович, ну папа, папа. Мы просто одна семья. Тут есть, Ника, чуть-чуть наглесть. Потому что вот дочка, она вот есть дочка. И еще одна соседка приехала сегодня к нам в студию. Давайте послушаем ее правду об отношениях Татьяны Леонидовны и Василия Тихоновича. Это соседка Полина Хныкина. Я ее приглашаю сюда. Я бываю в их доме очень часто, каждый день. Знаю их отношения. Какие их отношения хорошие. Как за ним смотрят. Одевают, кормят. Он приехал туда худенький. А сейчас какой он? Потому что ему все, все внимание там. Полина Ивановна, расскажите, как давно вы знаете Татьяну Леонидовну? 12 лет. Тихоновича 5 лет я знаю. Какие отношения сейчас у них в семье? Прекрасные. Понимаете? Я туда каждый день хожу. Там очень добрые отношения между ними. Полина Ивановна, вот вы говорите, что вы очень часто бываете в доме Татьяны Леонидовны и Василия Тихоновича. Он что-либо говорит о своей дочери? Если он начинает разговаривать о дочери, надо вызывать скорую. Но это правда. Наши журналисты, когда стали расспрашивать Василия Тихоновича о его дочери, Василий Тихонович очень разволновался. Внимание на экран. Да, монстр меня сделает. А какое давление было? Потому что его совесть мучает. Да, я меряю на давление. Не было 170 на 90. А сейчас беспокоит Вас боль? Ушла боль или нет? Вы знаете, что уже начало утихать. Начало утихать, да? Да, да, да. А ну-ка присядьте, мне надо спину послушать. Игнать, присядь. Можно он прилежит? Да, да. Давайте, когда прилежит. Сердечный приступ у него случился. Приступ стенокардии. Я уже знаю эти приступы. Это обычно тогда, когда он очень сильно перенервничает. Снова он узнал, что что-то затевает Валентина Васильевна против него. Что не дает она ему спокойно жить. Конечно. Я очень расстроился, потому что, когда она прекратит против меня этот террор. Ну все. Вот. Валентина, вы сказали, что вашему отцу стало плохо, потому что его совесть замучила. Он это переживает, это я знаю точно. Когда дом продали, он не хотел ехать, он понял, что уже все. Он не хотел к ней ехать, не хотел в деревню ехать. Вот что. Откуда вы знаете, что он думал? То, что похаживаю сейчас, у вас совершенно разные отношения к жизни. Я не выдумываю. Я знаю. Ты на второй день после того, как вы выехали, вот с этой особой пришла, и вы хлам вывозили из дому. Татьяна Леонидовна, я к вам хочу обратиться. Татьяна Леонидовна, если он к вам прислушивается, а мы видим, что да, он вам всецело доверяет, может быть, вы тогда бы с ним поговорили и попытались наладить этот мостик между отцом и дочерью? Я понимаю, что в данной ситуации меня могут осудить. Никогда. Я хочу, чтобы он жил, а не умирал. Понимаете? Я хочу, чтобы он жил. Никогда. Никогда. Если он захочет сам ее увидеть, да, но он ее не хочет видеть, поймите, что он не хочет. Валентина Васильевна, итак, вы продолжаете утверждать, что Татьяна Леонидовна является аферистской мошенницей. Сразу после рекламы в нашей студии люди, которые утверждают, что тоже стали жертвами махинаций Татьяны Михайловой. Не пропустите. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Тема эфира – битва за дедушку. Наши следующие герои утверждают, что тоже стали жертвой Татьяны Михайловой. Это Евгений и Людмила Михно. Я приглашаю их сюда в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. И какой же жертвой я стала, вы стали у меня, а? Татьяна, много здоровья я потратила для того, чтобы получить с вас долги через суд. Долги? Я вам ничего не была должна. Деньги я вам отдала. Через суд я получила. А вы получили через суд. Вы настраивали хозяйку, которая собиралась отобрать квартиру. Вы получили. Которая угрожала, приходила, уселяла. Прокуратуру вызывала, заявление писала. В чем конкретно вы обвиняете Татьяну Михайлову? Татьяну Леонидовну, с ней я познакомилась и с ее дочкой. И надо было купить квартиру. Мы продали, значит, с их помощью. И купить, перебрести квартиры. Подождите, с их помощью, потому что они были как-то брокеры? Ее дочка была посредником, а мама помогала. Очень приятные, общительные женщины мне показались. Я им доверилась. Она потом приезжала, одалживала деньги. И получилось так, что, значит, я не уйду, я на колени встану, я буду, пока не дашь мне 200 долларов. Она требовала, потому что у нее была нужда в этих деньгах. Значит, ее дочь Наталья помогла вам продать квартиру. Из этой истории Татьяна Леонидовна понимала, что у вас есть деньги. У нее возникла проблема. И она пришла к вам, чтобы занять денег. Когда Люда ждала, долго ждала, когда вернется долг, потом она решает подать. Это же годы прошли. Решает подать в суд. Какая сумма долга? Сумма была 650 долларов. Расписка у вас была, да? Конечно. И вы с ней обратились в суд, пошли, приложили? Расписки, у нас несколько расписок было. Суммарная расписка была там около 800 долларов. Чем все закончилось? Временной период. Суд присудил выплатить мне деньги. Ну, а так алименты. Мы потихоньку... А на суде было столько грязи. Деньги вернули только через суд? В течение трех лет, да, вернули нам эти деньги. Уже прошел суд. Долги нам присудили, что она потихоньку будет возвращать. Все успокоилось. Вернула. Претензий нет. И начались звонки Галины Николаевны, которая давно... Еще раньше нас знакома с Татьяной Лениновной и с Наташей. Ее звонки, что я у вас отберу квартиру. Вот я не получила деньги за эту квартиру. Вот ее мотив. Ее мотив. Я не получила деньги. То есть это та квартира, которую вы купили у этой Галины Николаевны. Она продавец. За 2500 долларов. Потом вдруг продавец стала говорить, что она не получила денег. Да. Вам в итоге удалось отстоять квартиру? Конечно, да. А что стало доказательством того, что это все мошенники? С помощью записи. Что за запись, Евгения? Это мы... Получается, она мне позвонила. Я пошла... Что она будет выселять? Я пошла в милицию, написала заявление. Сыну позвонила. Говорю, сына, иди, значит, возьми устройство и запиши разговор Галины Николаевны. Она там будет что-то... Пусть она тебе расскажет, как все было. У нас есть эта аудиозапись. Давайте ее послушаем. Вы с посредника должны были бы деньги требовать? Вот требуйте с них. Что вы с моей матерью хотите? Люда, мне денег не дало. Что вы старику? Мы ей деньги отдавали. То есть она эти деньги брала. А как мне? В 23-м мы были на суду, она обратно не пришла. А в 10-м пришла и как? Если вы, Галина Николаевна, будете помогать Люде, вы деньги вообще не получите. А я говорю, Люда, ты бы отдала гроши, ты должна отдать мне. Благодаря этой записи на суде, судья стала на мою сторону. И квартира осталась за вами. Квартира за мной. Я просто вижу про то, что Татьяна Леонидовна имеет некую особенность... Обманывать. Я не буду говорить обманывать. Она между людьми вызывает конфликты. И вот до появления людей, скажем, мы точно сидели и говорили. И тот говорит правду. И тот говорит правду. И мы как болванчики, не можем понять, что произошло. Вот удивительная способность создавать конфликт. Иногда живут люди так всю жизнь. Они не хотят сделать зло. Но бывает такая способность. Изначально, изначально видели счастливого деда. Помогает деду. Дед улыбается. Дед даже перестал тревожиться, потому что он поправился. Он переживал за свое будущее, за свое завтра. Люди на фоне переживания про будущее, старики, худеют. Странеют, скажем так. У них начинаются сердечные приступы. У них повышается давление. Живя с этой женщиной, он поправился. Он успокоился. Он перестал переживать про свое завтра. Мы начали с этого. Но я точно понимаю, что этот человек имеет какую-то особенность путать всех вот так. И, похоже, в этой жизни еще, наверное, масса примеров, когда она вот так вот все запутала. Вы знаете, у меня сегодня постоянно крутится вот эта фраза потрясающая Михаила Булгакова. Люди как люди, только квартирные вопросы их испортил. Вы знаете, у меня по соседству жили люди. Сын и дочь, и они жили с мамой в двухкомнатной квартире. Они били мать и говорили, когда ты сдохнешь и оставишь нам квартиру. Для меня это просто невозможная ситуация. Понимаете? Я хочу вам только сказать одно, дочь. Вы тоже когда-нибудь будете в таком возрасте, как ваш отец. И когда-нибудь ваша дочь, которая смотрит на всю эту ситуацию, не дай бог будет поступать, как вы. Не знаю, бог вам судья. Это очень больно, что все слушать. И очень больно, что мы всегда возвращаемся к каких-то материальных вещей. И я, например... Не, подождите. Я, например, понимаю дочь, Життя, которую передней было связано, И ее история жизни с этим домом, И с погодами про маму, И с погодами про детство, Про тата, Про то, как это было раньше. Все равно это важно. Это важно для каждой человек. И даже если бы она из этого домика могла взять какие-то дорогие вещи, Ей бы тоже сейчас было простейше говорить. Но в любом случае, Единое, про что мы можем вас спросить, Мы не судья тут, Чтоб вы знали в себе силы и мудрость, А вы уже, ну, такие девчатки, Трешечки старшенькие за 18, И вы уже какую-то життевую мудрость должны иметь. И найти оцей спосіб вирішения, Не конфликту глобально, Бо вы его не вирішите, Він задавнений дуже. Але знайте точки дотику, Не те, Я не знаю, Человека, Приняти дочку, Вы можете ему пояснить, Особенно по ночам, Когда она звонит, Я дуже добре чую, Як вона кажу, Фашистка, Тварі, І я чую твій телефон, Як ти мені звониш. Дякую. Ми всі присутніши ще не разу об цьому не говорили, Що дочка говорить одну вещь, І повторяє її дуже багато разів, Що я хочу, щоб він умер рядом. Я понимаю, Нинза говорить о том, Що я це в вашу захисту скажу, Щоб папа не умер в чужій семьі. Да. Но треба, щоб всі признались, Ну, ви в тому числе, О том, що рано чи поздно ваш муж умрет, Дочка обязательно должна быть рядом. На похоронах она должна быть обязательно. І в останні його дні Вона обязательно должна быть рядом с ним. Вона должна проводити с ним нескільки днів. Якщо вони при житі мене не пиштають. Даже якщо він цього не хоче, Тому що це його дочь, Вона її виспитувала, Вона її отец. І він може, В його відео не може сам решати, Що це об'язково. Слава Богу, Все живі. Владимир Горецкий, пажа. Все здорові. Потому що є ситуація, Даже в цій студії, Кога все гораздо хуже і трагичніє. Я вот вам що хочу сказати. Як прекрасно ми починали. Романтика в 90-та лет. Як замечательно. Ля-ля, фа-фа. У мене одна просьба к вам, Ко всем. Не вздумайте показывати ему Эту программу. Пусть этот человек В 90-та лет верит В бескорыстие, В любовь, В счастье. Пусть он в это верит, Пожалуйста, Хоть он в это верит. АПЛОДИСМЕНТЫ И эту іллюзію, Эту іллюзію Не забирайте у него. Сделайте все, Потому що, ну, Возраст такой, Что... Пусть він проживет в счастье, Вот в этой детской вері. Вот я вас прошу. Каждый человек Имеет право на счастье Независимо от возраста. У кого-то это счастье Заключается в материальных благах, А кому-то просто достаточно Заботы и внимания. Об этом важно думать. Это касается каждого. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ты наговорила это об гадости. Меня это не касается. Я знаю, какая я. Отец больной. Это говорил твой отец. Она использует отца Во всех своих помыслах. Он взрослый, адекватный человек. А ты мерзость. Аферистка.